про то, что вы сказали сбивать огнестрельным оружием. Вчера было несколько с начала заявлений стрелять, сбивать и так далее. Я хочу еще раз проговорить это в нашем эфире. Его посмотрит много зрителей. Было официальное заявление не делать этого. Почему? Потому что это, во-первых, небезопасно. Можно попасть из одного окна в другое. Ну, если честно. Из окна стрелять, конечно, в это не может быть. И потом докажи, какая стрельба, какая дальность пули. В общем, это может быть достаточно большую угрозу. Было вчера заявление министра внутренних дел Украины на эту тему. Ну и второе, как мне кажется, тоже спрогнозировать, как отразиться на траекторию полета этого дрона. То есть все-таки там 20 килограмм, говорят, взрывного завета. Непонятно, вот как после этого выстрела, куда он свалится. Ну, я имел в виду все-таки, когда вот патрульные постовые из автоматического оружия стреляли, не те, которые из окон стреляли, из винтовок и так далее, нарезного оружия. Тут я не знаю, это действительно лучше уже МВД, оно знает лучше, мы тут не лезем в их компетенцию. Но просто я скорее о том, что не надо или не надо это делать, да, потому что зенитные установки, если их дадут против дронов, которые есть в мире, эти средства есть, то они же тоже на крыше будут размещены и будут палить по этим дронам. Это действительно дешевле, чем сбивать противоракетами. Поэтому с этой точки зрения здесь больше вопрос, насколько этот так называемый мопед, вот насколько этот шахет, он в принципе поддается уничтожению. То есть он гораздо легче уничтожаем, чем там западные, конечно образцы, из которых он собственно скалькирован. Поэтому я думаю, что если запад очень быстро предоставит эти средства в крупные города, вот эти зенитные установки и так далее, то я думаю, что ну как минимум эта проблема в разы уменьшится. То есть она будет не такой опасной, какой она представляет угрозу сейчас. Об этом речь, что тут не надо тянуть. То есть предоставление этих зениток, это гораздо проще, чем Айрис, вот эти системы противоракетные и так далее. То есть потому что дешевле и для этого в общем больших сил не надо. Ну да, какие-то расчеты будут сидеть на крышах, но тем не менее вот эта проблема она существенная. Но в любом случае, вы видите, мы обсуждаем эти иранские дроны как нечто новое того, чего не было. Вот нам важно, я же не военный анализ делаю, это пусть мы эксперты сделаем, я делаю анализ политический. Значит, изоляция вполне прорываемая. Москвой по части военно-технической снабжению сотрудничества с другими странами она, если Иран решился, то бог его знает, как поведут себя некоторые другие страны, изгои, с которыми Москва пытается договориться, Северная Корея, но тоже несметные запасы всего на свете. Ну, Беларусь понятно, да, так сказать, там и так уже все, что можно, забрали. Поэтому я думаю, что у этого должно быть как военный ответ, ну, представим, вот этих зенитных установок, я думаю, что точно такие же дроны с тысячекилометровой дистанции наверное надо дать Украине. Я всегда говорю, что оружие, оно носит характер не только нанесения ударов, но и сдерживания. Если у вас есть такие же, то, ну, посылайте дроны, тогда на Москву такие же полетят, на Кремль. Ну, то есть, логика такая, вы, мы, это штука взаимная, понимаете, то есть, нельзя бомбить всю территорию Украины и не иметь в ответ ничего. Ну, то есть, вы говорите, эта штука взаимная, тем не менее, официальные власти Украины говорят о том, что не будут атакованы территории ни Белоруссии, ни другие территории, кроме оккупированных территорий Белоруссии, Украины. Да, понятно, но мы же понимаем, что эта зона уже политическая, это не вопрос военный, да, он находится в той, что Украина, во-первых, не обязана принимать на себя ни за что ответственность, а что, Москва сильно на себя принимает ответственность, за Буча или за Изюм, они что, сильно признали, что это они пытали электричество, а потом скидывали трупы сотен людей, они, так сказать, 8 лет не признавали, их там нет, заявляли о том, что марионеточные телеметровные зоны, там воюют шахтеры, кто там еще воевает, трактористы, горняки там и так далее, то есть вы думали, почему Украина должна ни с того ни с сего сейчас за все вообще брать ответственность, за Крымский мост, ну, действительно глупо, ну, просто глупо, это не вопрос ответственности и осознания ее, это вопрос военной тактики, но она такая, а тем более, что Москве-то ведь и не надо авторизации, они бомбят вне зависимости от того, что они расследовали сильно по Крымскому мосту, кто и что, и доказали все, что суд был, и тем не менее, они все списывают на Украину, я думаю, что и Ейский самолет, они тоже вполне могут сказать, да, это диверсия какая-то, почему нет, специально на дом уронили военные, значит, военные судны и так далее, поэтому я бы сказал, что да, Украина будет отрицать, но все более или менее все понимают, да, война, повторяю, вещь взаимная, вот, и в Москве это понимают, что если к ним может такой же дрон прилететь, ну, слушайте, вы будете осторожны, как союзисты, все равно, вот, хотим мы не хотим, это все-таки фактор сдерживания с неизбежностью, потому что, ну, значит, ты, если всю территорию Украины бомбишь и говоришь, а нас-то, вы что, вот нас будете, что ли, ну, это действительно смешно. Ну да, это как в том анекдоте, а нас-то за что? А нас-то за что, да, это удивительно. Субтитры создавал DimaTorzok